понеслась как говорится ну что посмотрим сколько вас здесь сегодня здрасте добрый вечер добрый добрый вечер присоединяйтесь сейчас будем причинять добро здравствуйте здравствуйте здрасте я надеюсь что я с того паблика зашел честно так мечта парикмахера тут сидит никак не дойду добрый вечер добрый вечер проверка связи давайте как меня видно слышно видно голову туловище руки ноги хвост все ли видно все ли слышно видно слышно 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 видно так вижу ваши ручки вижу здравствуйте а ага так спасибо лина организатор сказал что все хорошо это значит я в нужном паблике как минимум давайте две минутки подождем ну еще одну хотя бы опоздунов и начну вам рассказывать рассказать разговоры разговаривать начнем мы сегодня будем с вами много общаться не думайте что я тут сейчас буду вот распинаться в этом будете тихонько вот это вот сидеть и отмалчиваться нет так не пойдет будете хвост не видно это хорошо расход не видно значит нужный ракурс приличный присоединяйтесь до 79 вижу хорошо я знаю самый популярный вопрос хотите сразу скажу сразу него отвечу я попытаюсь сохранить эфир но от меня не все зависит тут как уже распорядиться небо и инстаграм как они там друг с другом договорятся поэтому все кто в прямом эфире те молодцы тем повезло те точно сегодня со мной по говорят так скромно да я сказал так ко мне теперь нужно у меня что-то все как бы по-умному друзья у меня же тут все по-умному о как поняли вы нифига себе команда успела подготовить быстро презентацию для того чтобы так что у меня почему ваши свернуть сейчас еще могу хотя тема наверное так будет слышно видно чуть ли не единственное только не сворачиваются помахать я кому-то из вас помахал девочки кстати у нас тут мальчики есть это не принципиальный вопрос а так для поддержания разговора так почему-то мне не убираются комментарии но вам нормально же видно все да скажите мне пожалуйста привет привет ладно помчали короче расскажите мне как ваше настроение вообще то праздники прошли вы там в предновогоднюю депрессию не ушли писать будем или только слушаем можете ну сможете скринить на самом деле я сделал специально чтобы можно было вам не отвлекаться на блокноты чтобы заскринивали презентацию там ключевые моменты будут все отражены вот собственно говоря мы ее сделали для вашего удобства надеюсь там не будет орфографических ошибок а то мы это любим мы же человеке мы же люди мы же тоже ошибаемся а про настроение отлично все хорошо депрессии нет слушайте сегодня в москве очень снежно вот и морозно те кто на меня подписан кто смотрит мои stories как бы такой намек те видели как я перепрыгивал через сугробы сегодня пока шел с работы до дома бежал вот так что у нас в коем веке еще не рассыпали реагенты и можно кайфово наслаждаться зимой но обычно это ненадолго хотя мы вот ждем сейчас буквально какие-то бешеные ишачьи заморозки типа минус 24 минус 28 и я надеюсь что это спугнет все городские службы которую эту химию щедро рассыпают по улице москвы так пока помню я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия организатора я знаю только одного это алин алин спасибо большое вам за приглашение вот я не часто соглашаюсь на подобные мероприятия на всякие марафоны вот но вот здесь не смог отказаться поскольку все что связано именно с продвижением все что связано с развитием beauty мастеров мне это все интересно я сам по себе не пилю не стригу не наращиваю ресницы не бровь я даже не стригусь по моему судя по моему внешнему виду вот я исключительно занимаюсь продвижением но собственно говоря мы сейчас и начнем с того что я расскажу о себе вот напишите вообще кто знает меня кто знает меня и проект beauty day если тут такие люди в ростове дожди ростов привет родной ростов напишите пожалуйста ребят кто знает меня для меня это очень важно крутой марафон организаторам респект согласен разделяю не знаете хорошо кто-то знает кто-то не знает хорошо есть и такие такие ну замечательно самом деле что я очень рад приветствовать тех кто меня знают те кто не знают я надеюсь что мы познакомимся и будем будем друг другу полезны вот спасибо вам еще раз за то что вы пришли на эфир вот у нас сегодня единственное правило будет которое попрошу соблюдать это мы сначала прогоняем весь контент который для вас подготовил а потом только в конце вы задаете вопрос потому что не исключено что ответы на те вопросы которые вы будете задавать в момент реализации презентации вы просто их они будут открыты развернуты в конце вот чтобы не задваивать и не сбывать меня то пожалуйста давайте вот вопросы то есть ваша реакция огоньки и все прочее я очень ценю и буду рад но конкретные вопросы на которые вы хотите получить ответы оставим их на потом хорошо все помчали короче расскажу о себе зовут меня валентин черевков родился и вырос я в ростове-на-дону это такой город на юге россии в 2017 году я переехал в москву и собственно говоря тогда провел первый свой столичный конгресс beauty day это был beauty day pro hair мероприятие для парикмахеров и тогда мы собрали около 500 мастеров и два дня совместно с приглашенными спикерами причиняли пользу аудитории плюс естественно на сам бьюти-дэй представляет себя зону конгресса и зону такой я не очень люблю слово выставка я говорю это зона beauty маркета в общем как бы вот такая единое пространство где происходит и контентная часть то есть зона конгресса и зона торговли где профессиональные бренды выставляют свою продукцию и собственно говоря продают рассказывают в чем уникальность том что это мероприятие исключительно для конкретно узкой ниши то есть и в плане контента конгресса и в плане самой зоны beauty маркета то есть трусов носков там нету для многих к сожалению вот как это бывает на классе на классических выставочных форматов здесь там только про либо волосы либо про ног я сейчас расскажу какие beauty day бывают ну и конгресс соответственно тоже выступают только специалисты только мастер-классы и тренинги по конкретной теме для конкретной ниши и так работая в сфере beauty с 2002 года сейчас по идее прилетит вопрос сколько же лет тебе валентин а выключите комментарии они мне не мешают на самом деле и уже 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 кто-нибудь меня ненавидит там я я не смотрю так что я жду как в конце вопроса это работая в сфере beauty с 2002 года начинал я вообще с распространения профессиональной прессы если кто помнит были такие журналы назывались они ну вот если для парикмахер был журнал есть принципе до сих пор журнал доллара за журнал эрсхау журнал куа фюрды пари для мастеров ногтевого сервиса был журнал ногтевой сервис на и люр нэйлс для косметологов был не вылисты тик косметика медицина эстетическая медицина для визажистов в те годы еще толком ничего не было помню что был журнал такой новости в мире косметики по моему вот так вот он боль более более менее смахните по экрану вниз комментарии свернутся ну как бы я знаю этот нюанс к сожалению почему-то видимо потому что презентацию давайте короче не буду отвлекаться а то так вот короче кто кто знает это эти профильные журналы я говорю про российские изданиях это кстати журнал нэйлс он был по моему украинский вот напишите тоже пожалуйста кто помнит вообще такие профессиональные издания покупаете ли вы их в нынешнее время либо полностью диджитализация поглотила нас и мы с вами потребляем только только контент из интернета вижу сердечки но не вижу комментарий короче журналов и не 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 мы не видим презентацию в смысле вы меня пугаете ребят не покупаем ну хоть кто-то ответил на на конкретный вопрос ой все сверну нафиг короче не не хочу здесь экспериментировать вы встречались со мной в симферополе отлично короче занимался я дистрибуции этих журналов потом я издавал справочник для профессионалов индустрии красоты раз в году выходил и содержал в себе информацию по всем компаниям то даже еще интернет как бы только зарождался особенно русскоязычном мире так вот выпускал этот справочник ежегодно поскольку негде было вообще найти информацию повторюсь что интернет тогда еще не был сильно развитые поисковые системы в общем могу сказать смело что в те годы этот справочник просто прямо отрывались с руками и с ногами поскольку он себе задержал информацию именно по всем поставщикам дистрибьютором я говорю сейчас про юг россии потом в 2000 уже не помню каком я начал сдавать журнал под названием beauty day занимался им 10 лет вы потом поймете к чему я это все вам рассказываю и очень долго в общем я с ним возился можно так сказать на самом деле получал удовольствие и в 2013 году я организовал первое профильное мероприятие уже под названием beauty day к чему рассказал про журнал потому что изначально вообще мероприятие оно родилось как ивент такой для встречи читателей и рекламодателей вот но кто мог подумать что журнал потом закроется и собственно умрет вот а мероприятие будет активно развиваться и продолжаться кто кстати из вас был на beauty day вообще и кстати два вида ребят beauty day beauty day один для парикмахеров другой для мастеров ногтевого сервиса это не два зала в одной на одной площадке это примут разные дни разные мероприятия с разной абсолютно аудиторией с разной контентной частью то есть с разной программой конгресса и с разным наполнением бьюти маркета кто 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 был у нас на beauty day я долор записывал слабо отвечаете ребятки давайте просыпайтесь ну так вот я могу смело сказать что по сей день beauty day остается самым крупным самыми крупными профильными мероприятиями бьюти индустрии за чему я очень рад чем я за что я очень горд вот потому что никто по сей день не смог нас переплюнуть и собирать больше трафик чем мы то есть вот на конец девятнадцатого года начала двадцатого на одном beauty day в москве собиралось около трех тысяч мастеров то есть не считая спикеров моделей экспонентов около трех тысяч только beauty мастеров которые приезжали со всей страны со всей российской федерации и с ближнего зарубежья до когда-то beauty day проходил не только в москве но и санкт-петербурге и в крыму вот пишет симферополь и ну в ростове-на-дано откуда вам я родом и в краснодаре и в сочи и в пятигорске в общем как бы у нас такая была новосибирск екатеринбург еще забыл вот в общем короче география была большая но с этого года мы приняли решение еще до пандемии что мы оставляем только москву потому что сил у нас просто физических не хватает колесить как цирк шапито вот с гастролями по городам и весям российской федерации оставили только в москве так что будете в москве заходите ближайшие будут кстати в марте это ногтевой конгресс а парикмахеров мы ждем в мае в общем вы на меня подписаны надеюсь вы там и останетесь я всегда анонсирую и вообще этих мероприятиях есть свои паблики можно подписаться и отслеживать программу и даты проведения чтобы быть в курсе всего мы как правило вот на нашей сцене выступают вообще самые сильные самые крутые спикеры потому что мы себе уже такую репутацию забабахали что просто ну чтобы понимали когда-то я прямо вымаливал у экспертов выступить на нашей сцене сейчас очередь из желающих ну на пару лет вперед и я говорю про топовых спикеров про тех у кого кто у всех на слуху вот поэтому здесь мы просто прям вот молодцы молоды чеки молоды чеки и так beauty day вообще по сути получилось так что это сообщество прогрессивных постоянно развивающихся профессионалов это про что это про то что она к нам приезжают со всей страны с как я уже сказал с ближайших стран самые такие вот открытые жаждущие знаний те кто хочет развиваться расти и вот поэтому мы рассуждаем так что кому действительно очень нужно кто стремится к знаниям тот приезжает к нам на beauty day в москву да вот эти слайд ну помните я отдельно презентация отдельно да вот рассказал я вам про то что beauty day бывает двух видов это вы уже поняли и вот собственно говоря информация о том что beauty day сколько собирает людей и что это сообщество вот идем дальше к моей истории вы потом поймете к чему я так долго о себе рассказываю это все не просто так тут есть знаете это как stories нужно простраивать логические цепочки вот мы сейчас с вами примерно занимаемся тем что вам нужно будет делать при создании классных stories весной 2020 года так вот он этот слайд я нашел я догнал я заинтересовался онлайн образованием и освоил профессию инфопродюсера к слову вам скажу кстати знаете как у нас наступила пандемия безусловно это это вот вся активность моего моей любознательность пик пик моей любознательности к инфобизнесу она возникла под прессом пандемии самоизоляции на которую мы всем миром засели так вот сейчас вкратце отступление в питере мы выезжали на конгресс у нас мы всегда когда выезжали выезжали уже в прошлое же время на были у нас когда выездные мероприятия мы всегда делали вами мероприятия в связке ну то есть мы проводили сначала один конгресс потом у нас был один день на перезастройку и второй конгресс то есть в питере у нас должно было быть сначала конгресс парикмахеров потом день выходной перезастройки и конгресс ногтевого сервиса мастеров ногтевого сервиса конгресс парикмахеров мы успели успели провести а вечером накануне конгресса мастеров ногтевого сервиса губернатор ленинградской области сообщает о том что введены новые ограничения, по которым мы уже не проходим по количеству людей, в общем, как бы у нас застройка готова, сцена стоит, свет настроен, микрофоны работают, все как бы вот в ожидании того, что утром должны приехать тысяча мастеров на конгресс в Санкт-Петербурге, а что нет, да, так что там нас застала изоляция, но это так. В общем, кстати, после этого я могу сказать, что я из миллионера превратился в не миллионера, потому что весь мой бизнес, он строился исключительно на ивентах, поэтому, скажем так, для меня пандемия, она прям сыграла такую судьбоносную роль, но об этом поговорим, может быть, позже или, может быть, на страницах моего паблика, но не сейчас, в общем, я так вам закинул трейлер, когда-нибудь напишу про этот пост, кстати. Двигаемся дальше. Итак, да, вы уже увидели, что я пришел в инфобизнес, освоил профессию инфопродюсера. Инфопродюсер это тот человек, который, человек, который, как это неинтересно, ну, отлично, хорошо, человек, который занимается запусками онлайн обучения, то есть он работает с экспертами и помогает этим людям запускать свои онлайн курсы. И, в общем, осенью я начал запускать инфопродукты тех экспертов, которые у нас спикеры, которые у нас участвовали в Конгрессе, на сцене Конгресса, вот, и таким образом я вам привел здесь список. Если вам какие-то имена здесь о чем-то говорят, тоже напишите, кого вы из этих многоуважаемых людей, кто вам откликается, кого вы знаете. Перечислю их. Владимир Сарбашев, Анна Пинес, Алексей Камышников, Алексей Сепчук, это все волосы, кстати. Дальше ногти. Елена Шанская, Полина Рихтер, Роман Бадье и еще несколько экспертов, которые у меня не поместились в слайд. Учусь и Пинес, так, никого не знаю. Ребят, я знаю, что мне известно, что здесь не только парикмахеры и мастера ногтевого сервиса. Я это, ну, понимаю, знаю, что здесь визажисты, косметологи, с ними, у меня нет опыта работы в плане запусков онлайн-курсов, но могу вам сказать, что техника, ну, в бьюти, она для всех одинаковая. Ну, я имею в виду, для бьюти ниши. Система запуска, без ума от Анны Пинес, знакома с Камышником, Пинес, спикер тоже, да, кстати. Аня Пинес, спикер, да, а, кстати, из спикеров интенсива, те, которые пересекаются со спикерами бьюти дэй, это еще Катя Орлова, проект Как Бизнес, тоже наш постоянный спикер. И Юлия Радачинская, вот, интернет-маркетолог, тоже моя хорошая знакомая. Кстати, с Юлей я консультировался, когда заходил в инфобизнес, я прям ей звонил, и она меня вводила в курс дела. И рассказывала, я брал у нее консультацию, покупал, вот, так что Юлька вообще огонь. Вообще, я могу сказать, что со многими спикерами я в хороших дружеских отношениях, что позволяет мне быть, несмотря на то, что я сам не мастер, я уже говорил, что не пилю, не крашу, не стригу, ничего не делаю, вот. Но вот такой вот нетворкинг и коммуникация с, я считаю, первыми лицами индустрии, во всяком случае, русскоговорящей, это, конечно, дает мне очень много хороших фидбэков, дает мне знания. И вообще, вы знаете, в процессе общения, вообще нетворкинг, это очень крутая тема, откуда мы получаем, как бы, откуда нам открываются такие дорожки, которые даже нельзя было предугадать. Вот как вот, я никогда не думал, издавая журнал, что я приду к проведению мероприятий. А как организатор ивентов, я не мог даже мысли такой допустить, что я приду в инфобизнес, то есть займусь запусками онлайн-курсов. Вот, это все нетворкинг, это все в процессе общения. Поэтому я, кстати, вас призываю всех и всегда, и вас в том числе, к тому, чтобы вы общались друг с другом, общались, никогда не воспринимали друг друга как конкуренты, а именно как коллеги. Вы действительно, вы вместе, вместе можете, не можете, а вы вместе гораздо сильнее, нежели чем поодиночке. Это очень важно. Скажите, у кого-то из вас, у кого-то из вас есть ли свои онлайн-курсы? Есть ли здесь вообще преподаватели? Или есть, может быть, те люди, которые хотят запустить свои онлайн-курсы? Вопрос на засыпку. Какая тема? Тема у нас про сторис, но мы еще до нее не доехали. Мы еще в пути. Есть. Есть, нет, нет, есть. Может быть, кто-то хочет. Пишите тоже. И мы с вами подходим к связке как раз к теме нашего сегодняшнего эфира. Сейчас я вам покажу следующий слайд, вы пока пишите. Так вот, запуски онлайн-курсов невозможны без личного бренда. Это то, что я понял в моменте обучения. Я, кстати, прошел очень много всякого обучения и прохожу по сей день. У меня сейчас на полке шесть курсов, которые я прохожу одновременно. Пять книг, четыре книги. Вот. И этот процесс бесконечный. То есть, помимо моего практического опыта в запусках, я еще постоянно обучаюсь. Так вот, что, к чему я пришел? Что запуски онлайн-курсов невозможны без личного бренда. А лично бренд невозможен без сториз. Как бы это странно не звучало. Да, я помню, что у нас один час. Не переживайте. В общем, таким образом, я пришел к подробному изучению сториз и начал в этом всячески развиваться. Итак, сториз, друзья. Можете уже начинать скринит. Что такое сториз? То есть, это актуальный и мощный канал продаж. Я могу в пример привести одного преподавателя. Человек, у кого я учился запуском. Зовут ее Мария Афонина. Вот. Так. О чем речь? Мария учит продюсированию. И на первом своем запуске она продала... На первом свой... Первый поток своего курса по продюсированию она сделала продажи на 22 миллиона. На втором потоке того же самого курса по продюсированию она уже продала его на 111 миллионов. 111 миллионов рублей российских. Теперь, внимание. Все продажи шли через сториз. Ни одного поста. Если вы ее найдете, посмотрите, вы увидите, что у нее посты там... Ну, недавно она какой-то последний написала, но тоже, типа, свою историю. Никакого там прогрева, никаких продаж. Все через сториз. Далее. Второй пункт у нас. Что такое сториз? Это сериал вашей жизни, где не должно быть разделения на личное и рабочее. То есть, необходимо строить сюжет на основе своих реальных событий. Третье. Что такое сториз? Это способ влюбить в себя. А если вы влюбляете в себя, то человек, то есть люди, ваша аудитория готова вас купить. Сейчас очень большой тренд на любовь. Вот как бы это ни звучало. Вы знаете, еще несколько лет назад Инстаграм был такой хвостограммом. Я думаю, что вы все это знаете прекрасно. Был вот такой период рафинированных фотографий, каких-то вылизанных. Все такое красивое, идеалити. Такое вот прямо все классное. Прям художественное какое-то. Сейчас это все уже не заходит. Сейчас тренд на как раз-таки эмоции, на чувств, на искренность, на трушность, как я говорю. И, кстати, у меня в следующем пункте, в слайде это не вносил, это тренды Инстаграм. То есть, мы немножко с вами еще про тренды, все-таки их не обойти. Так вот, через любовь, ну через правильную любовь, а то сейчас про продажную любовь вы думаете. Нет. Через искренность. Любовь как искренность, любовь как уважение к людям. Через открытость. Вот это как раз то, что сейчас вещает Инстаграм, то, что сейчас работает. И согласитесь, гораздо проще быть честным и открытым, чем что-то выдумывать, заказывать эти вот дорогущие фотосессии, брать в аренду трехметровые букеты роз, ламборджини. И все вот это вот, весь этот театр. Вот. Так что сторис это как раз у нас те три пункта, о которых я вам сказал. И мы с вами, друзья, переходим. Вот те, которые негодовали, ликуйте, друзья. Мы переходим к семи ошибкам. К семи ошибкам в сторис. Я, конечно, просил свою команду заверстать это в разные слайды. Но вам повезло, вы сможете это отсканировать одним нажатием кнопки. Помчали. Итак, семь ошибок сторис бьюти мастера. Первая ошибка. Вообще не снимать сторис. А есть такие до сих пор. Вы знаете, вот чтобы вам было понятнее, что такое не снимать сторис. Я понимаю, что большинство снимает, но я обязан проговорить даже такое. Вот не снимать сторис, это все равно, что делать прическу без укладочного средства. То есть, как бы у вас есть инструмент для хорошей работы, в данном случае, в моей аллегории, с волосами. А его просто брать и игнорировать. Это ошибка номер один. Пожалуйста, все, кто парится по какой-то либо причине, исправляемся. Второе. Выкладывать бессвязно все подряд. Вот это, кстати, гораздо уже чаще встречается, когда шел, увидел, сфотографировал, выложу в сторис. Потом хопа, что-то принесли в ресторане, выложу в сторис. Вот такое. Представим кино, фильм. Как мы смотрим фильм? В фильме есть всегда сюжетная линия. То есть, ну представьте, фильм, в котором был бы просто какой-то хаос такой. Ну, наверное, в авангардном кино это возможно. Но и то, я уверен, что там можно уследить и найти какой-то все-таки сюжет объединяющий. Вот когда вы пихаете у себя в сторис еду, то, сё, пятое, десятое. И это все никак нельзя. Поймите меня, я не против, чтобы вы выкладывали еду и там детей. Ну, об этом мы еще поговорим позже. И прочее. Я говорю сейчас про связку. Что все должно быть логично. Третий пункт. Ошибка третья. Не показывать до, сам процесс и после. После я знаю, что вы, конечно, чаще всего показываете. Но до почему-то вы забываете. Давайте вспомним все самые рейтинговые и популярные шоу на телевидении. Я сейчас в последние годы не особо его смотрю. Но помню что-то там такое. Снимите это немедленно. Потом что-то было там из серии, там, какое-то преображение за 30 минут. Короче, по ТНТ, по первому каналу. Я сейчас российский канал перечисляю. Вот. Ну, короче, я думаю, что вы знаете все эти аналоги. Вот. Это самые рейтинговые программы, когда показывается трансформация человека. Поэтому очень большая ошибка. Не показывайте эту трансформацию. Не упускайте это. Четвертый пункт. Четвертая ошибка. Не использовать стикеры, тест, опрос, вопросы. Это то, что у вас находится в кнопочке GIF. Когда вы что-то сверху там прикрепляете к картинкам. Все понимают, о чем я говорю. Это когда вы задаете вопрос. Да, нет. Когда тест размещаете. Вот это вот с кнопочками. Презентацию. Отдам презентацию, Лина. Обязательно. Я уже вижу, что вас просят. Друзья, все ли знают вот эти кнопочки? Да, нет. Тест. Задать мне вопрос. Я думаю, что да. Все-таки в конце концов мы ставим Instagram. Вы как-то добрались до этого эфира. Значит, Instagram для вас, по крайней мере, не темный лес. Вы понимаете, как дойти до эфира. Это уже вам честь и хвала за это. Вот. Кстати, могу вам сказать по поводу вот этих меток, что одна из них, это где задайте мне вопрос. Вот эта метка, она хорошо только, хорошо работает только на мега теплую аудиторию. Вот. То есть, если у вас не раскачанный паблик, если у вас не раскачанный вот личный бренд и вот, собственно говоря, низкая вовлеченность аудитории, то нет. Что, не знаете кнопочки эти? Вы когда накладываете текст или еще что-то на сториз, кнопочки знаем, как их использовать, не очень знаем. Ну, мы с вами, как бы, помните, Лина просила, чтобы мы в час уложились, поэтому, если у меня останется время, запишите этот вопрос, мы с вами проговорим. А, блин, у меня на втором телефоне Инстаграм не скачет. Можете мне в директ написать, я вам отправлю. Вот, вот так сделаем. Я вам отправлю скрин, покажу, что я имею в виду. Следующий момент. А, почему, собственно говоря, их не используете? Почему это плохо? Потому что каждое прикосновение, каждая точка контакта аудитории с вашим пабликом, это то, что вас раскручивает, то, что помогает индексироваться вашему паблику лучше, то, что увеличивает ваши охваты в сториз, ваши просмотры в сториз. Вот сейчас, на самом деле, идет борьба не за количество подписчиков, а за охваты в сториз. Очень многие сейчас блогеры и вообще специалисты Инстаграма именно по охватам в сториз исчисляют конверсию, то есть эффективность вашего аккаунта, да, насколько круто с ней. Половина не голосует и не проходят опросы. Ребят, это вот все про то, что нужно вовлекать аудиторию, про вовлекающий контент. Если вы выкладываете черт знает что, если вы выкладываете бессвязный контент или вообще ничего не выкладываете, или какие-то жуткие страшные фотографии. Но вот знаете, парадокс в том, что бьюти-люди, как я вас называю, да, у нас есть такой даже проект на ютюбе, люди с чувством вкуса. Ну как бы логично, да, во всяком случае здесь вот у меня пазл срастает. Если у тебя нет вкуса, если у тебя нет чувства стиля, если у тебя нет чувства красоты, ну, наверное, как бы есть масса других альтернативных профессий, в которых этот навык, как бы эта штука, она, ну, без нее можно жить. Я это допускаю. Но когда я вижу в сторис или в постах, ну, чаще в сторис, потому что, ну, знаете, проще в сторис, типа, 24 часа позора, и все, она исчезнет. Фиг с ним, залью. Хай будет. Так, у меня, кстати, есть украинские корни, если что. Так вот, если вы делаете, вот-вот-вот-вот, когда вот этот вот мрак какой-то происходит, тогда, ну, конечно, чего же делать. Хотя, на самом деле, на мрак зачастую реагируют. Я могу сейчас мрак у себя в профиле, в паблике выкинуть. Я уверен, что меня просто напишут, оборвут директ, напишут, что за шлаг, что это вообще происходит, кто взломал твой телефон. Но то, что мне напишут, это будет хорошо, потому что чем больше мне пишут директ, тем лучше, опять же, конверсия, тем лучше индексация моего инстаграма идет. Идем дальше. Сикер сказал, не показывать личное. Дом, семью, путешествия. То есть, когда вы показываете только свою экспертность, когда вы показываете только свою работу. Ну, как будто вы вот просто, вы живете на работе, у вас там ощущение, в коморке стоит просто раскладушка, вы даже никуда не выходите, вы просто как бы вот у станка все время. Либо ресницы постоянно наращиваете, либо брови корректируете, либо стрижете, либо пилите, либо еще что-то. Друзья, есть жизнь. И как бы вам хотелось или не хотелось, ну, нужно ее показывать. Безусловно, что прям категорически не хочется. Я, кстати, это разбираю на своем курсе по сториз. Мы там определяем красная зона, оранжевый, зеленый. Что можно показывать, без чего можно обойтись. Вот. Но в любом случае, ну, у вас есть не только работа, у вас есть хобби, у вас есть действительно путешествия. Не хотите показывать семью? Окей, показывайте какие-то другие вещи. Ну, что-то помимо работы. Вот вы поймите просто, что глобально, глобально, вот все мы, люди, мы одинаковые. Ну, возьмем там, я не знаю, не хочу никого обидеть, но возьмем там парикмахеров. Понятно, что есть там деление на колористов, на парикмахеров, на барберов, на причесочников, да. Но глобально все парикмахеры, ну, плюс-минус, стригут одинаково. Повторяюсь еще раз, никого не хочу обидеть. Ну, все стригут, скажем так. Вот как мне, как мне, не бьюти-специалист, даже если я бьюти-специалист, ну, скажем так, не парикмахер, как мне выбрать для себя классного мастера? Мне мало знать, какой вы профессионал. Люди хотят знать, какой вы еще человек. Тем более, что вы прекрасно знаете, как в бьюти-индустрии вот важен вот этот вот личный контакт. Когда он не просто пришел к вам на стрижку, а когда он и поговорить, и душу излить, и все. Вы же психологи. Бьюти-специалисты, вы же, мне кажется, можете идти преподавать на психфакт. Особенно со стажем, у которых там от трех лет. Все, вы уже готовы. Вам не нужно даже это корочку получать. Вы уже все знаете, все эти типы личности, и знаете, с кем, о чем разговаривать. Так вот, друзья мои, вот когда вы добавляете к своей экспертности еще личное, когда вы показываете свои увлечения, когда вы показываете свои интересы, когда вы вообще показываете там свои мысли какие-то, свои мечты в конце концов, это то, что вас отстраивает друг от друга. Это так называемый уникальный, это создает уникальный, точнее узор, уникальный узор личности, вот правильно. Уникальный узор личности, вот он состоит не только с вашей экспертности, там должно быть гораздо больше. Вот для трансляции вот этих всех вещей, говорю, аж мурашки по спине. Вот для трансляции всех вот этих вещей очень круто подходит именно канал Stories. Потому что Stories это что? Это жизнь. Это вот пришло-ушло, да? Это не пост, это не железобетонная вещь, как пост в ленте, да? Которая останется навсегда, ну если вы захотите этого. Это Stories, это сегодня, это здесь и сейчас. Это сию минуту надо что-нибудь, ситуативно. Вот, поэтому без этого тоже нельзя. Показывайте, какой вы человек, люди это хотят знать. Не только я, а люди. Клиенты ваши хотят знать. Так, дальше. Шестое у нас, шестая ошибка. Не опубликовать отзывы и кейсы. Друзья, зафиксируйте вопросы, если не индивидуальный мастер, это жизнь, кого снимать. Я просто собьюсь. У меня и так памяти не хватает. Мой винчестер не выдерживает. Отзывы и кейсы. Написали вам отзыв, заскринили, сохранили у себя в папочке, в телефоне. Я надеюсь, что папки в телефоне вы умеете. Ну в конце концов отметили в избранное, сердечко поставили в айфоне, так? Я, к сожалению, андроидов не знаю. Вот. Сохраняйте себе эти отзывы. Сохраняйте и публикуйте. Вот, кстати, отзыв и кейс, это единственное, что может прерывать вашу сюжетную линию в течение дня. Это нормально. Все остальное лучше не делать. Потому что отзыв – это отражение вашей экспертности. Просите людей написать отзыв. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Только не надо за отзыв давать там скидки, бонусы, подарки. Нет. Это добровольная вещь. Не надо человека в нужда. Люди зачастую считают, что если не заплатили, то они знают, что уже все. Хороший вопрос. Что такое кейсы? Кейсы – это больше подходит для преподавателей. Для преподавателей. Отзыв – это эмоция. То есть то, что вы… Какую эмоцию человек получил, что он доволен, что он счастлив остался, какая вы классная, какая офигенная прическа получилась, стрижка, ресницы, особенно на левом глазу, шикарные. Шучу. В общем, вот это вот все. Кейс – это результат. То есть в преподавательской сфере кейс – это когда ваш ученик чего-то добился. Ну, например, он вот отучился у вас, и после того, как он отучился, он стал зарабатывать не 50 тысяч рублей, а 100, или там он работал в салоне, а открыл свой кабинет, или там работал в кабинете, и открыл свой салон. То есть кейс – это то, что продает нас как человека, который может доводить такой вот результат. Повторюсь, если вы мастер, то вам достаточно отзывов. Достаточно отзывов. Седьмой пункт, друзья. Брабанная дрога, потому что мы с вами приближаемся к финалочке. И время. Лин, видите, вы переживали. 19.42, мы все. Человек конгресс ведет, тайминг выдерживает. Я же не только организатор, я же бандератор еще этих наших всех конгрессов. Поэтому, мне кажется, у меня уже мои биологические часы, они как бы… Сейчас договорюсь, а потом буду… Все, седьмое, короче. Не создавать закрепленных сториз. Так, ну если мы не знаем с вами некоторые кнопки с тестами и прочим, то здесь сейчас мог быть тоже у нас небольшой тупик. Друзья, итак, закрепленные сториз. Кто знает, что такое закрепленные сториз? Вот кружочки такие вот. Ать-ать-ать на главной странице. Кто знает? Кто знает, кто такие закрепленные сториз? Блин, ну что ж я не подготовился? Надо было скачать. Сейчас покажу. Сейчас покажу на компьютере. Так, закрепленные сториз. Но я покажу на компьютере, а вы это самое. Вы можете, да, с пабликом представить. Вот они. Вот это вот закрепленные сториз. Вот это закрепленные сториз. Вот они. Вот они. Вот там ниже получается… Ой, сейчас. Момент. Такого еще. Ниже вот лента пошла. Видите? Вот она. Вот она и красивая. А вот это вот, вот это называется, да. Ну, иконки. Ну, как бы. Вообще-то девочки и мальчики, если есть. Это вообще хайлайты называются. Хайлайты. Вот. Но по-русски закрепленные сториз. Так вот. Вот там вот. Вот, кстати, вы можете… Давайте сразу у себя покажу. Видно, не видно, не знаю. Но вот у меня здесь есть кейсы отдельно. Есть у меня здесь… Что это, Господи? Ютуб. Отдельно пошли там бьюти-дэи мои. Конгрессы. Ну, там дальше путешествия. Потому что для меня путешествия – это тоже моя ценность. То, что я люблю транслировать. И для меня, конечно, пандемия еще страшна была. И остается тем, что закрыты границы. Ну, ничего, выкручиваемся. Так вот. Вот там вам нужно собирать, сделать отдельно. Для отзывов. Если вы преподаватель, то у вас должны быть и отзывы, и кейсы, да. Плюс что-то там еще разместить, предположим, ну, какие-то свои разделы жизни. Какие-то свои сферы жизни вы тоже можете закрепить. Короче, что такое вообще хайлайты? И вот мы сегодня не разбираем шапки профиля. Я думаю, вы с кем-то из спикеров обязательно уже это все делали. Я просто к чему я вам говорю? Что вот эти вот хайлайты и вообще ваш профиль, как вот главная страница, это фактически ваша визитная карточка. То есть, это как вот в современном мире, чтобы вы понимали, Инстаграм это паспорт. Паспорт, открыв который, я могу узнать вашу фамилию и имя. Я могу узнать ваш возраст. Я могу узнать, там, женат вы, замужем вы, не замужем. Ваши дети, где вы живете, прописка и так далее. Вот считайте, что Инстаграм, только буквально не воспринимайте, не бегите сейчас писать свои все данные из паспорта, переписывать шапку профиля. Ни в коем случае. Вам нужно, чтобы я, вот считается, что на внимание, чтобы человек подписался, чтобы человек вообще понял, кто вы и что вы, как следствие, в идеале подписался на вас, есть только у вас 30 секунд. Но я считаю, что их гораздо менее. 30, мне кажется, даже это много. Мне кажется, что секунд 15. Вот если за 15 секунд, когда я попал на ваш профиль, когда я, может быть, там, просмотрел ваши сторис, просмотрел ваши первые, там, 6 постов в ленте, если вы, если я не понял, про что вы, если я не понял ваш паспорт, если я не считал вообще, что вы мне интересны, я уйду и не вернусь. Все. Поэтому хайлайты, возвращаемся к седьмому пункту, это то, что усилит. То есть, если я увижу у вас там отзывы, если я увижу там ваши, там, может быть, работы, может быть, вы коллекции снимаете какие-то, я не знаю. Коллекции, может быть, может быть, что-то у вас есть, там, не знаю, там, по домашнему уходу, ну, как вариант, да. Создайте что-то, создайте это, если путешествуете, создайте отдельно мои путешествия, там, еще что-то. То есть, то, чтобы вас раскрывало, раскрывало и вашу экспертность, и вашу личность. Хайлайты вам в помощь. Все, мы с вами прошлись по семи ошибкам, и я слушаю ваши вопросы. Давайте. Ждите кодовое... А, так, ждите кодовое слово, да, ждите кодовое слово, Алина. Будет кодовое слово, и я его произнесу. Алина, а вы скажете, когда мне его нужно будет произнести, хорошо? Подскажете? Так, все тут, кроме спикера? Все тут, кроме спикера? Не понял вопрос. Друзья, короче, актуальность, это краткое содержание вашего трехтомника. Да, можно и так сказать, да. Как интересно оформлять отзывы в сториз для актуальных. Отзывы вы берете просто скрините прямо. Конечно, можно, знаете, попросить клиента, чтобы он вам наговорил, прям в камеру, сказал бы там, Линочка, спасибо тебе большое, как ты классно сделала. Ну, это, ну, это такое, на самом деле, ну, не все любят такие вещи делать. Ну, смотреть потом, как кто-то наговорил, что вы классная. Ну, хотя тоже имеет место быть. Я вообще считаю, что классные отзывы, когда просто это скрины. Скрины с директа, скрины с вашей переписки в WhatsApp. Просто даже это просто слова благодарности, да. Просто если, ну, если просто слово спасибо, наверное, этого мало для отзыва. Но если, как бы, там хотя бы есть в одном предложении информация, показывающая, что клиент остался доволен, а в идеале еще и счастлив, да, то, может быть, кстати, есть такие истории, когда там пишут, блин, я вот после твоего маникюра пошла на свидание, ты мне сделали предложение. Ну, как бы, это понятное дело, что это там один шанс на миллион такой отзыв получить. Но если бы такое было, это круто. Вот это, кстати, можно было бы так кейсом назвать. Вот это результат. Так. Можете уже сейчас. Девочки и мальчики, слово тайное, хайп, я помню наизусть. Хайп. Сейчас начинаем хайповать. Так, лучше сразу на себе снимать или в камере, а потом редактировать. Слушайте, я вообще против всякой редакции, вот честно вам скажу. Это вот про продолжение истории рассказа про тренды, что трушность, честность, открытость. Вот. Я даже, если вот на меня подпишите, я иногда прям вот такие вот фотографии делаю, вот такие вот, чтобы все мои три подбородка были видны, еще какую-нибудь накладываю маску, которая мне вот так вот глаза увеличивает. Ой, народу нравится. Ой, шоу уродов прям обожают. Вот. Но это как бы не к этому, а про то, что ну какие вы есть, такие вы есть. Ну, я понимаю, что не все готовы. Есть, кстати, там специальные упражнения. Есть вообще инструменты, как бороться с этими страхами. Но об этом тоже. Это я уже рассказываю на своем курсе Stories для бьюти. Я по-разному. Я бывает сразу в Stories снимаю, а бывает на камеру, а потом заливаю. Да. Инста – это паспорт. Ну, есть, говорит, там, инста – это ваше зеркало отражения. Инста – это ваш дневник. Вот я люблю, кстати, с дневником сравнивать. Вот что вы в дневник, вот помните, мы многие, наверное, здесь в детстве вели дневники, да, личные дневники. Вот, вот, вот то, что вот. Ну, вы же дневник там не записывали, как выходили на горшок, извините за выражение, да. Ну, вот, вот инстаграм – такая же штука. То есть что-то ценное, что-то для вас, что важно было, какое-то событие. Пусть оно будет важным только для вас. Не думайте о том, что, ну, это же для меня важно, им это будет неинтересно. Не вам решать, что интересно им будет, а что нет. Не попробуйте, не узнаете. Как прайс оформить в хайлайте? Ну, я думаю, тоже скринами. Да, кстати, прайс в хайлайте можно, тоже неплохо. Актуальные стали редко смотреть. Слушайте, ну, вы же можете периодически о них напоминать, тех же сторис, скринить свою ленту. Ну, то есть как-то вот подводить к этой теме, ну, предположим, к прайсу, да, там, я там, там, тогда-то там повышаю прайс, предположим, там, то-то-то, но сейчас не буду вам систему прогревов рассказывать, мы с вами точно что-то не впишем. На 9 минут осталось. Вот, и потом скрины стрелочкой подведите, типа, покажите, что вот здесь прайс вообще лежит, вот здесь можно всегда посмотреть. Не смотрите, что актуально, что не актуально. Блин, ребят, сейчас вообще настолько все это индивидуально. Все, помните, что я вам говорил? Это ваш сериал, это ваш личный сериал. Вы там режиссер и главный герой, и сценарист, и все прочее. Просто нужно думать не о том, что это интересно или неинтересно, а о том, как сделать так, как это связать между собой таким образом, чтобы это было интересно смотреть. Так, расскажите, пожалуйста, варианты продаваемых видео для бьюти-мастеров, как лучше снимать, на что, какие программы посоветуйте топать. Вот смотрите, по поводу, кстати, программ. Вот я не использую ни одну программу, вот ни одного приложения у меня. Я проходил через это, у меня прям ломка была, вот меня прям парило, что нужно загрузить видео, потом разобраться в этом приложении. Я вообще не из тех людей, кто любит сложный путь. Я люблю, чтобы все просто было. Все просто и органично, экологично, как сейчас модно говорить. Вот, поэтому я никакие приложения не скачиваю. Я все, вот все, что вы можете увидеть у меня в сториках, все, что я снимаю, выкладываю, это все исключительно делается из возможностей, которые дает сам Инстаграм при выкладывании сториз. Все. Людям интересно слушать говорящую голову. Слушайте, ну, да, интересно. Кодовое слово хайп. Интересно, но есть нюанс. Так, сколько постов и сториз снимать в день? Вот сториз, кстати, это та вещь, которая, ну, неважно, там не падают охваты. То есть у меня бывает, что я там три дня вообще в сториз не выхожу. Я иногда отдыхаю, вот. И у меня первые сториз может зайти с охватами гораздо больше, нежели чем там вот три дня назад последнюю выкладывал. По постам. Ну, посты, считается, нужно часто выкладывать. Но в постах же тоже очень многое зависит от их оформления, как вы, что вы там написали, как вы заголовок сделали, как структуру вообще прописали, да. По, если говорить про постам, то я рекомендую брать систему АИДА. Это система по построению текста. И по ней писать. Так. Спасибо за комплименты. Через раз меня слышите. Ой, ну плохо. У меня со связью вроде все нормально. Спасибо большое. Подчеркнула. Организаторы закрепите, пожалуйста. Куда это слово? Куда это слово? Хайп. Слушайте, я не... Организатора здесь нет. Здесь только как бы я. Ой. Но... Не знаю, куда закрепить, ребят. 86 минут. Так. Про ваши сложности в сториз вы уже, в принципе, написали. Друзья, давайте вкратце я вам расскажу про мой курс, да. Я думаю, что продолжение нашего разговора это будет интересно. Короче, очень скоро появится курс Stories для бьюти. Это специально созданный продукт для всех специальностей бьюти-индустрии. Это будет экспресс-курс небольшой. Я знаю, как мало времени, как обычно вы ушатанный, забеганный, приезжаете, приходите домой, падаете с ног, утром опять идете на работу. Поэтому я сейчас создаю курс, который был бы небольшой, недолгий, но очень-очень информативный, где был бы вот прям вот такой сухач. То есть никакой воды прям вот. И там мы, собственно говоря, и проговорим про страхи про ваши, и поговорим про то, как я научу вас простраивать сюжетные линии, и как делать эти связки между разными сюжетами, между разными сторисами. И как делать прогревы, то есть как прогревать аудиторию на те услуги и товары, может быть, бьюти-товары, которые вы хотите. Видите, важно, что научу вас, как оформлять сторис без единой вообще программы. Вот. Что там еще? Ну, короче, вот он будет такой, типа будет интенсив, дней 7 идти. У меня в профиле, в шапке, в моем, Валентин, нижнее подчеркивание, бьюти-дэй, где она тут у меня? А, ну вот, спасибо за внимание. Вот, там можете найти анкету предварительной записи, можете вписаться. Если хотите быть первыми, кто узнает про этот инфопродукт, вот, то оставляйте там свои контакты. Первый узнаете о старте продаж, первый узнаете о бесплатном вебинаре, на котором будет старт продаж. А на этом бесплатном вебинаре я тоже буду причинять пользу, во-первых, не меньше, чем сегодня. А, во-вторых, на нем будет самая низкая цена на этот инфопродукт по сторис именно для бьюти-мастеров. Потому что, вы знаете, я очень много обучалок проходил и прохожу, я вам уже об этом сегодня говорил, мне кажется, даже не раз. Вот, но есть вещи, которыми, которым меня учили, и я их пробовал, они в бьюти не работают. А есть наоборот, то, чего вообще не говорят почему-то, а я знаю, что в бьюти это прям заходит на ура. Поэтому вот весь мой как раз-таки опыт работы в бьюти-индустрии, все мои знания инфопродуктов, вообще онлайн-запусков. Потому что, конечно, ключевая моя задача – это запуски онлайн-курсов для бьюти-специалистов. Это вот то, на чем я развиваюсь. Это тот курс, который я пишу уже очень долго. Это будет флагманский курс, он будет попозже. Вот, вот сейчас я просто понял, что без знания про сторис говорить про запуски или там про личный бренд, о котором я тоже думаю о создании этого курса. В общем, вообще, ну, ни о чем. Без сторис, короче, ничего не будет, никаких продаж. И будь то, нет, ну, конечно, вы как продавали, так и можете продавать. Просто сторис – это крутой канал, который действительно может вам повысить конверсию, может влюбить, как, опять же, мы сегодня уже говорили, аудиторию вас. И как следствие, когда человек влюблен, ну, вы же знаете по себе, да? Когда вы, когда вас любят, точнее так, когда вы любите, вы же все готовы сделать для своей второй половины. Вы готовы принести чай, вы готовы, не знаю, там, завязать шнурки, наверное, перебор. Ну, короче, не знаю, переключить канал на телевизоре, сходить, если пульт не работает. Ну, вы готовы на все. Вот то же самое, в принципе, и здесь. Когда мы, когда в нас влюблены, то хотят с нами коммуницировать, хотят у нас что-то купить. Это нормально, это законы инфобизнеса. Инфобизнес как раз-таки это то, что сейчас рулит и то, где сейчас делаются все основные деньги. Итак, всем ли подойдет курс? Друзья, да, всем подойдет курс. Там будет основа основ, мы быстренько там все с вами научимся. Благодарю за эфир, есть над чем работать. Пожалуйста, я вас призываю, главное, не стесняйтесь, пользуйтесь сторис, не упускайте эту возможность. Не стесняйся ничего выкладывать. Все, что для вас ценно, не подстраивайтесь ни под кого, будьте самими собой. Вот, я буду очень рад видеть вас в своем блоге. Валентин, нижнее подчеркивание, beauty day. Вот, следите за моей сторис, потому что даже глядя на мои сторис, можно уже для себя что-то подчеркнуть. Кстати, насмотренность это очень крутой навык. Я очень много всего подчеркнул, именно когда смотрел и продолжаю смотреть на всяких популярных раскрученных блогеров. Смотрю на их инструменты, смотрю, как они вовлекают аудиторию, как они делают такой контент. И опять же сейчас не про эффекты, не про тикток, когда у вас там куча всякого монтажа, куча всякого экшена. Я вам говорю просто про эмоциональное вовлечение. Когда человек вовлечен, он, значит, уже за вами следит, он за вами наблюдает, он ждет ваши сторис, он ждет ваши какие-то новости. И он, соответственно, хочет, хочет что-то, какие-то услуги, что-то у вас купить. Ну что, вам тоже спасибо за эфир. Хорошего вам вечера. Лина, еще раз спасибо за марафон, за приглашение. Был рад с вами поделиться своими знаниями. До встречи в моем блоге. Валентин, нижнее подчеркивание, Beauty Day. Пока-пока.